У нас сегодня в гостях ребята с госпиталя, они даже в форуме. Я спину ниже. Аллочка, это возле тебя сидят, да? Хорошо, ребята, мы рады вас видеть. Я хочу, чтобы вы поднялись. Мы вас как церковь поприветствуем. Слава Богу. Спасибо, что вы есть. Большое спасибо. Большое спасибо. Я знаю, что есть сегодня какие-то трудности и со здоровьем, и может какие-то другие вещи. Но вы знаете, я верю в то, что Бог в силе решить, Бог в силе и восстановить. Все, чтобы не было, Бог в силе восстановить и принести решение, принести благословение. Поэтому, может, и не случайно вы сегодня здесь, и не случайно, знаете, отозвались. Потому что я часто слушаю тех, кто ходят в госпиталь и служат ребятам. Не всегда все отзываются, не всех появляется желание. Но вы сегодня здесь, поэтому я верю, что для меня это большое свидетельство. Это Божья любви прежде всего к вам. Поэтому пусть Бог вас хранит. Я не знаю, как дальше все распорядиться в вашей жизни, но послушайте. Лучше свою жизнь доверить Богу. Бог все устроит. Вот Бог все устроит. Бог все устроит. Я верю, что вы не первые и вы не последние, кто приходите на подобные богослужения. Может, для вас как-то оно в диковинку. Может, вы никогда этого не видели и никогда с этим не соприкасались. Но послушайте, это церковь, которая любит Бога, в которой проповедует Слово Божие, в которой молятся за нужды. Поэтому вы уже сюда попали в конце служения. Мы обязательно тоже за вас помолимся. Потому что раз вы в госпитале, значит, в этом есть какая-то нужда, в этом есть какая-то потребность. Поэтому большое спасибо. Присаживайтесь, набирайтесь терпения и будьте до конца. Слава Богу. Потому что я сегодня, когда вижу людей в форме в городе, у меня внутри что-то хорошее такое поднимается. Думаю, слава Богу, есть люди, есть те, кто становится, есть те, кто защищает эту страну, несмотря ни на что. Как-то ехал, и навстречу едут техника военная, машины едут, солдаты на этом. И внутри какая-то, думаю, слава Богу. Слава Богу, что есть. Какая-то такая радость. И какой-то, я не знаю, с чем это чувство можно сравнить. Но однозначно, это просто радость, потому что хочется выкормить, говоря, слава Богу. Хорошо, что есть. Есть защитники, есть те, кто стоят, да. Есть те, кто стоят. Поэтому я понимаю, что есть вещи, которые для нас, они непонятны для нашего ума. Почему так происходит? Почему сегодня люди гибнут? Почему сегодня люди страдают? И всегда, знаете, приходит такой вопрос, а куда смотрит Бог? А почему это происходит? Ну, я уверен, знаете, Бог видел какие-то вещи и в будущем. Бог видел какие-то вещи в будущем. И я верю, что даже сегодня то, что происходит с Украиной, это не то, что вышло под контролем Бога. Оно как-то случайно как-то произошло. Есть теория взрывок. Некоторые доказывают, что Земля появилась из-за того, что произошел какой-то взрыв, и все остальное появилось. Я понимаю, что это абсурд. Поэтому одно я знаю, что верующим необходимо остаться верующим. И я верю, что это время для народа Божия еще больше познавать и приближаться к Богу, для того, чтобы укрепляться в Нем. И время придет, когда оно встанет все на свои места. Нам сложно это воспринимать почему-то, что это происходит в наше время. Но если мы смотрим на историю, мы можем увидеть, что войны, они происходили всегда. Прошлое столетие, ужасные войны, первая, вторая, и потом последующие разные конфликты, которые были. В них гибли люди. Но я хочу сказать, не ангелы Божьи брали оружие и стреляли, и не Бог брал оружие и стрелял. А люди брали и делали это из-за своего непослушания в отношении Бога. Поэтому эти конфликты происходят. Единственное, что я могу сказать, Бог будет стоять на той стороне, кто стоит на стороне правды. Сегодня Украина не агрессор. Сегодня Украина не агрессор. Украина сегодня защищается. Поэтому могу сказать, Бог на стороне Украины. Бог на стороне этих ребят. И кто сегодня стоят с оружием в руках. Да, это так Бог устроил. Написано, что власти дал Бог оружие, для того, чтобы смотреть за... Чтобы не торжествовало беззаконие. Поэтому то, что сегодня Украина переживает и агрессию, и где-то оккупацию. Я верю в то, что все в руках у Бога. Бог всемогущий. Бог всемогущий. Бог всемогущий. После Великой Отечественной войны Германия тоже переживала оккупацию. Даже была разделена пополам. Была западная и восточная Германия. Но время пришло, когда произошло восстановление. Точно так же и Корея сегодня, она разделена. И одна Южная Корея, она преуспевает, процветает. А Северная Корея, она наоборот идет в деградацию. В деградацию и экономическую, и во всех остальных. И моральную идет в деградацию. Поэтому я верю, что придет момент, когда Бог коснется и придет тоже это восстановление. Почему есть такое понимание в теологии тайно-приопределение? Тайно-приопределение Богом. Она остается тайной. То есть есть те вещи, которые нам невозможно понять. Сегодня, конечно, звучит много разных пророчеств. Много разных такой информации. Даже ко мне как-то обратились. Говорят, пастор, а как среди этих пророчеств быть? Потому что обычно мы даже сегодня с женой ехали и обсуждали тоже одно пророчество. Одного человека, который пророчествовал еще в 72-м году. В 72-м или в 73-м году, да. Давид Вилкерсон был такой служитель. И Бог показал ему такое видение в отношении последнего времени. И вещи, которые происходят, они не особо такие радостные. Не такие, а наоборот, какой-то концентрация тьмы, беззаконие, зла. Это то, что сегодня происходит. По-моему, на прошлой неделе в Америке узаконили браки гомосексуальные. Это тоже такая трагедия. Многие возмущаются. Многие там пишут об этом. Ну, послушайте, последнее время, последнее время и вещи, которые происходят. Нам сложно с этим согласиться почему-то, что у каждого верующего, у него есть все равно настрой на какой-то позитив, на какой-то свет, на какой-то прорыв. И когда ты соприкасаешься с миром, ты, наоборот, видишь хуже-хуже, беззаконие. Оно начинает поднимать свою голову, наоборот, сгущаться, вот эта тьма начинает сгущаться. И кажется, Бог потерял контроль. Послушайте, Бог не потерял контроль. Бог, Его рука, она все держит в контроле. Время придет, время придет. Когда придет к нам и понимание. Может, сегодня на земле, а может, когда-то и на небе. Поэтому, когда вы слышите и читаете, потому что сегодня многие соприкасаются с интернетом и слышат разные пророчества. И возникает, знаете, момент такой, ой, а что теперь делать? И кто-то, я даже слышал, некоторые попали под такое облако, начали продавать свои дома, начали уезжать где-то в какие-то другие места. Потому что будет плохо, будет тут плохо, будет еще там то, 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 разные вещи. Послушайте. Вопрос не в том, что будет. Вопрос в том, как Бог нас в этом видит. Вот это то, о чем необходимо ревновать. То, что кому-то Бог открыл и показал, что будет происходить. Ну, дай Бог, я верю, потому что мне проще проверить любое пророчество, когда уже что-то произошло. Потому что в каждом пророчестве всегда будет примешано что-то человеческое. Человек по-своему еще может туда что-то прилепить. Бог что-то открыл, а он потом или приукрасил, или наоборот краски сгустил и добавил. Поэтому не стоит, когда мы читаем или мы слышим какие-то пророчества, которые нам не нравятся, не стоит падать в такую панику. Ой-ой-ой, а что теперь делать? Вопрос в том, что делать? Вопрошайте у Бога. Потому что, может, Бог имеет для вас, вы должны уехать. А может, Бог имеет для вас, чтобы вы остались здесь и были здесь, в этой стране, в этой земле. И по-разному может повернуться. По-разному может повернуться в жизни. Поэтому очень важно в это время прислушиваться к Богу. Если есть какие-то переживания, наоборот, молиться, Господь, дай мне понимание. А где я должен быть? Знаете, временами люди делают ошибки. И мы даже на примере Писания можем видеть, люди делают ошибки из-за того, что они вводимы страхом. Они не вводимы Духом Божиим, они вводимы страхом. И это колоссальные такие проблемы, которые приходили и в жизнь человечества, и даже людей. И даже есть то, что и сегодня есть места, где люди пожинают чьи-то ошибки. Взять арабов и евреев. Они до сих пор пожинают почему-то, что Авраам все хотел помочь Богу. Он боялся, что не успеет. Взял Агарь, получился ребенок, и от них произошли арабы. И Бог сказал, теперь будет конфликт. Сколько будут жить, сколько будут и конфликтовать. Вот сколько будет существовать земля, сколько Израиль будет конфликтовать с арабским миром. Все. Мира никогда не будет. И казалось бы, почему? По одной только причине. Кто-то когда-то чего-то испугался. Вот хотелось помочь Богу. Жены, дочери Лота, точно так же после Содома, укрылись, были на горе. И начали бояться, начали переживать. Боже мой, мы тут с отцом одни. Как же мы продлим род? Давай поступим так. Сегодня одна пойдет, а завтра другая пойдет. Напоили. Батька. Одна переспала, забеременела. Вторая переспала, забеременела. И потом появились аммонитяне и кто там еще? Мавитяне появились. Тоже еще проблема одна для Израиля. Бог только через столетия разобрался с этой проблемой, с этой нацией. Потому что сегодня аммонитян и мавитян нету. Почему? Потому что кто-то чего-то боялся. Поэтому, когда мы слышим, не стоит бояться. Почему? Потому что это то, что это наше время доверия Богу. Наше время доверия Богу. И понимание того, что Бог нас сохранит в любых обстоятельствах. Если Бог имеет для нас, что мы должны находиться в этой стране, мы должны жить в этой стране. Послушайте, Бог сохранит. Я недавно перечитывал книгу одну. На РИП-центре попала история одного человека, который верующим был, покаялся во время войны, после войны. И все переживания, которые... Он описывает все то, что они переживали в то время. Тюрьмы, КПЗ и все остальное только за то, что они верующие люди. И они это переживали. И они находились в этой стране. И тем не менее, то, о чем он пишет, потому что книга написана не с печалью, не с огорчением, она написана с позитивом. Почему? Потому что во всем они видели руку Божию. Бог хранил. Бог хранил. И они платили цену для чего? Для того, чтобы сегодня в этой стране была эта свобода. Потому что свобода, она в этом и заключается. Когда не притесняют то, чтобы проповедовалось Евангелие, и церкви могли собираться. Вот это и есть свобода. Вот это и есть свобода. И кто-то за эту свободу заплатил цену, кто-то может кровью, кто-то может жизнью. На небе может увидим тех людей, которые умерли за эту свободу. Поэтому для нас точно так же есть необходимость понимать, понимать важность времени. Где Бог видит меня? Где Бог видит меня? И что я должен делать? Кто-то меня слышит? Поэтому не страшитесь. Не страшитесь. Потому что чем дальше, тем больше будут звучать разных пророчеств, которые не всегда будут назидать. Но я верю, что где бы мы ни находились, это то, о чем мы будем слышать, и то, что мы будем видеть. Ничего нового. Это то, о чем Иисус сказал на Илеонской горе. Когда ученики приступили к нему и задали такой вопрос. Когда это будет? Когда ты придешь? И он начал рассказывать, когда будут войны, голод, там такие, такие, землетрясения. Вот тогда, когда вот весь, вся земля, она будет просто содрогаться, тогда приду и я. Все, вопросов нет. Вот точно так же и сегодня. Есть пророки, которые говорят, мир, 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 мир. Я недавно перечитывал пророка одного. Говорит, ваши пророки, они как говорят, мир, мир. И то, что делают, просто замазывают грязью стену. Говорит, я пойду все разрушится. Потому что некоторые ищут такие места, где им будут говорить что-то сладкое. Да не переживай, ничего, ты грешник, Бог тебя все равно любит. Он тебя так любит, что он вообще даже не замечает, что ты такой большой грешник. Нет, послушайте, Бог, он не слепой. Бог, он не поменяет свою сущность. Потому что некоторые говорят, а в Ветхом Завете Бог такой был. А в Новом Завете он уже немножко поменялся. Даже вот так очень сильно поменялся. Теперь он совсем по-другому относится к нам. Там, послушайте, написано, что Бог не изменяется. Поэтому мы как церковь собираемся, и мы приходим, изучаем и приходим к тому пониманию, что Бог, он не меняется. Знаете, что он ожидает? Это то, что будем изменяться мы. Вот это у него достаточно долготерпение в отношении нас, в ожидании того, что каждый из нас, он изменится, он будет изменяться. И изменяться, мало того, он поставил нам такую планку, он поставил нам такую планку высокую, которая нам приходится, ну, тянуться, тянуться, карабкаться. Потому что планка – это образ его сына. Веру мы должны иметь какую? Кто со мной? Кто здесь кто-то есть? Не мою, а Божию. Это то, к чему мы карабкаемся, мы к этому идем. На кого мы хотим быть похожими? На Иисуса. Мы к этому идем. Поэтому, слава Богу, когда мы говорим, ты понимаешь, Бог долготерпелив, Он меня терпит. Но я, Отец, я прошу Твоей благодати, помоги мне осуществить, и пусть Твоя благодать, она меня преображает. Поэтому мы не стоим, мы не убегаем, мы не играемся в христианство, а мы, наоборот, стремимся к тому, чтобы Его благодать, она преображала нас в образ Его сына. Поэтому, если вы слышите, не страшитесь, потому что я помню как-то одной, одна сестра, пастор, ну что будет? Ну я, будет. Знаете, хорошо, когда есть кто-то, я взял одно пророчество человека, ну, которого я, тоже он уже на небо ушел, я воспринимал его как, ну, авторитетный такой служитель, потому что есть просто как бла-бла, а есть те, кто уже проверены временем. Я принес, ну, на, говорю, вот послушай, это еще до кризиса, это где-то 2006 или 2007 год, еще до кризиса даже в Украине, я дал послушать. Она слушала, слушала, говорит, не, не хочу я этого. Так, говорит, не вопрос в том, хочу, не хочу. Вопрос в том, что будет. Ой, не, 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 мне еще так, я не могу это все-то, мне так. Говорю, я понимаю, что на тот момент человеку сложно что-то услышать. Почему? Потому что человек начинает себя отождествлять с этим кризисом. Но вопрос в том, что мы не должны себя как верующие отождествлять с этим кризисом. Мы себя должны отождествлять с Богом. Почему? Потому что Бог в любой кризисе, в любой проблеме, Он в состоянии нас благословлять. Он в состоянии нас хранить. Это то, что нам сегодня необходимо прийти к этому пониманию. Вот почему я молю о том, чтобы Слово Божие, оно оживало, чтобы мы не страшились, мы не страшились, мы не пугались каких-то времен, которые грядут, или сегодня, ой, страшно. А как же теперь будет? Послушайте, жили до нас и будут жить после нас. Но самое очень важно, чтобы эти времена, эти трудности, они нас не убили, а наоборот нас закалили, а наоборот нас приблизили. Потому что когда приходит трудность, всегда есть выбор у нас. Или бежать от Бога, или бежать к Богу. Я понимаю, что это всего лишь навсего слова, они, кажется, простые. Или от Бога, или к Богу. Но, к сожалению, то, что я вижу, я даже не хочу какое-то пятно на здесь присутствующих бросить, что это кого-то касается. Послушайте, это всех нас касается. Всего человечества касается. Потому что всякий раз, когда приходит какая-то трудность, не всегда бегут к Богу, а наоборот начинают бежать от Бога. Вот парадокс. Но это то, что происходит. Поэтому слава Богу, что есть вот истина, которую можно познавать, в которую можно углубляться и приходить к тому пониманию. Куда я должен бежать? Я должен бежать к Господу. Кто со мной? Кто имеет возможность сказать аминь? Аминь. Михаил Власюк. Аминь. Слава Господу. Детей отправил, жена тоже в отпуске. Слава Богу. Хорошо. Можно теперь громко сказать аминь. Да, коронеченьки? Аминь. Слава Господу. Аминь. Итак, сегодня тема, я буду проповедовать, тема, которая имеет такое название. Преимущество познания. Преимущество познания. Есть преимущество познания. В предыдущий месяц мы говорили с вами о познании, а сегодня я хочу коснуться с вами такой темы, какое есть преимущество познания. Мы уже с вами провели такую разницу между знанием и познанием, да? Потому что одно дело знать, второе дело понимать. Кто это знает? Это то, к чему мы стремимся. И вот то, над чем я всегда бодрствую в отношении своего сердца, это то, чтобы в моем сердце всегда оставалась жажда. 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 Жажда стремиться к тому, чтобы еще больше Божье познание, оно проникало в мое сердце. И я хочу тоже мотивировать сегодня тоже тех, кто сегодня слышит или тех, кто будут слышать, точно так же стремиться к тому, чтобы жажда была по познанию от Бога. В этом есть сегодня большая нужда. И вы знаете, даже я так сформулирую эту мысль. Осознание того, что я нуждаюсь в познании, это большое приобретение. Познание Бога. Это большое приобретение. Сегодня большинство людей, даже находясь в церкви, они не осознают то, что они на сегодняшний день не имеют познания. И из-за этого то, что происходит, происходит проблема в нашей духовной жизни из-за недостаток познания. И сегодня это будет маленькое такое учение на это время. И будет маленький такой тест. Потому что то, о чем я хочу говорить, это не просто слова, как информация, которая должна прийти к вам. Но пусть эти слова, они придут как информация, которая протестирует ваш внутренний человек. Имею ли я познание? Потому что когда человек имеет познание, это сказывается на его духовную жизнь. Многие люди сегодня обладают знанием. Знанием о Боге. Знанием о Боге. Знают, прочитали. Но послушайте, есть что-то большее. То, что Бог нам приоткрывает, нам показывает, что мы должны иметь больше. Мы должны иметь познание. Мы должны иметь познание, которое приходит нам через отношения наши с Богом. Бог сегодня не прячется от нас. Бог сегодня открытый для нас. По-моему, на прошлом служении мы касались с вами одно и такого места, почему в храме Господнем была разорванная завеса. И вот на репцентре я приехал, и они обсуждают субботнюю проповедь. И звучит такой вопрос, Леша задает, почему разорванная завеса? Ответ стопроцентный логический. То есть я понял, чтобы все услышали. Звучит такой ответ, чтобы человек ее не зашивал. Все. Я понял, я цели достиг. Но я очень спокоен. Почему? Потому что знания и познания на сегодняшний момент, они имеют большую разницу. Сегодня можно знать, сегодня... Много информации, можно которой черпать, благодаря интернету, множество книг, даже подойти. Я временами сижу даже в своем кресле возле рабочего стола, и голову, когда поднимаю, я смотрю, сколько книг у меня только в библиотеке, которые видят мои глаза. Я понимаю, что в каждой книге есть море информации. Мы недавно помогали нашим ребятам наводить порядок в доме. Это профессорский дом, и когда ты в профессорский дом попадаешь, естественно, там море-море книг. И ты стоишь перед этими книгами, ты понимаешь, Боже, в каждой книге, ты понимаешь, кто-то вложил какое-то знание в эти книги. Я пару книг тоже себе взял, на репцентр тоже привезли книги. Ну, для разной цели, потому что профессор такой с геологией связан, поэтому для многих это всего лишь навсего книги. Разное назначение есть. Но сегодня мы как церковь мы должны стремиться. Для нас сегодня это большое благословение, осознание того, что я могу быть лично благословлен Господом. Я лично могу быть благословлен. И эту возможность никогда не стоит упустить. Немножко позже мы с вами пойдем поглубже, будем глубже-глубже-глубже опускаться, поэтому не забывайте продуваться. Да, Юр? Пока мы с вами на мелководье. И один такой пример из личной жизни я тоже приведу, чтобы дать вам еще принести такое немножко с такого человеческого, в человеческом таком формате понимание познания. Понимание познания. Недавно была одна такая нужда, не у меня, а меня попросили, чтобы решить одну проблему. У меня есть один старый такой знакомый, который непосредственно в этой сфере давно работает, и он может решить эту проблему. Это мы еще с детства, с глубокого детства дружим. Ну, время сегодня он в одном, я в другом. Ну, и периодически просто созваниваемся, очень редко встречаемся. И вот, я знаю, что мне надо решить эту нужду, я ему звоню, я знаю, что он мне обязательно поможет, и очень хорошо. Я ему звоню, я его знаю, и такой задаю ему вопрос. Там, здравствуй, о, привет. И мне такой говорю, как ты себя чувствуешь? Ответ с обратной стороны. Ты шо меня возле морга видишь? Я говорю, извини, извини. Ни в коем случае. А потом я понял, что одно человека знать, но второе дело человека понимать. Кто из вас любит, когда вас спрашивают, как ты себя чувствуешь? Я сразу понял, что я кому-то испортил вечер. Потому что я больше всего не люблю, когда, сейчас мне жена не спрашивает, когда утром я проснулся, она меня видит, как ты себя чувствуешь? И у меня такое чувство, как же я себя чувствую? Может, что-то со мной не так? Но время пришло, когда ты начинаешь уже знать человека, ты уже начинаешь знать, какие задавать вопросы. Следующий вопрос. Думаю, как-то исправлюсь. Я в следующий момент, и чувствую опять мимо кассы. Я понял, ну все, хватит этих фарисейских подходов. Говорю, дорогой, мне надо там то, хорошо, никаких проблем, приезжай. И вот урок для меня, потому что, когда эта ситуация произошла, для меня это был такой хороший урок. Я его знаю. Я его знаю, сколько я себя знаю. Я знаю его вес. Я знаю, как он выглядит. Я знаю его отношения к каким-то вещам. Потому что часто, когда я с ним встречаюсь, я всегда позитив приношу в его жизнь. Ты вдохновляешь, потому что я люблю людей, которые любят трудиться. Я не люблю ленивых. Это знают все. Я люблю люди, которые... А он как раз тот, кто всегда работает очень тяжело, трудится. И он успешный человек из-за того, что он трудится. Не из-за того, что... Да, он тянет. Семья у него большая, бизнес такой хороший, из-за того, что он каждый день поднимает и пашет, 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 пашет. Я всегда, когда прихожу, я в его жизнь... Он даже не знает, я всегда в его жизнь пророчествую. Всегда какие-то... А все будет хорошо. Ты посмотришь. Бог тебя благословит. У тебя способность. У тебя дар. Верю, что придет какой-то момент, когда покается. Потому что он у меня в зеленом списке. Я молюсь за многих друзей. Я тоже за него молюсь. Поэтому я верю, что Бог ответит. И вот в этот момент для меня это хорошая такая картина. Мы знаем Бога. Мы знаем о Боге. Но познание то, что нам дает возможность знать сердце Бога. Что Бог хочет в какой-то момент. Вот мы как верующие, послушные верующие, то, что мы делаем, мы изучаем Библию. Ну, по крайней мере, я так думаю. Мне страшно задать вопрос такой в церкви. Кто на этой неделе читал Библию? Ну, кроме РИП-центра, конечно. Я знаю, что я их вижу. Но мы как послушные верующие, то, что мы делаем, ну, по крайней мере, я вас мотивирую быть послой. Я ставлю вам планку как послушные верующие. Потому что если Дух Святой побуждает нас говорить о познании, послушайте, без соприкосновения со Словом Божьим, не мечтайте в том, что вы обогатитесь. Не мечтайте. Духовно вы обогатитесь. Поэтому даже первая проповедь, которую Иисус произнес, она имеет такое название. Какое она имеет название? Нагорная проповедь. Нагорная проповедь. Андрюха, молодец. Садись во второй ряд. В среду. Будешь подсказать. Нагорная проповедь. И первая фраза, которую Иисус сказал, она звучит так. Блаженные нищие, чем? Духом. Это вот нищета, которую должны иметь верующие люди. Это нищета духовная. Это голод духовный. Голод, он имеет колоссальную движущую силу. Колоссальную движущую силу. Сегодня мы не так часто переживаем, может, серьезный такой голод, потому что можно чем-то удалить. Печенька, хлеб, все есть. Но когда мы помогали у Олеси в доме, мне попала книга «Голодомор» 1933 года. Я говорю, Олесь, я возьму почитать. Я ее пытаюсь читать. Почему? Потому что я чувствую вся история свидетельства людей, которые описывают те события, которые происходили в то время. И каждое событие, когда ты читаешь, ты в ужасе от того, какую силу имеет голод. Потому что люди идут на такое, и шли на такое беззаконие, такие убивали. Ну, жуть, 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 жуть. Поэтому я по несколько страниц я прочитаю, я прочитал, и я откладываю почему-то, что я морально, когда прочитаю, первого, кто попадает под мой артиллерийский огонь, это моя жена. Я говорю, вообще, какой ужас! А ужас у меня еще больше наполняюсь от того, что этот ужас сделали сами украинцы. те, которые жили рядом. Многие истории описаны за осел, ну, за села. И вот те, кто участвовали, забирали эту еду, выгребали все у пожилых, у семей, которые... Это те украинцы, это не кто-то там приехал с Европы или где-то с далекой Сибири кто-то приехал и этим занимались. Вот непосредственно эти люди. Я в ужасе от того думаю, а если такое время сейчас придет? Кто придет меня первым съесть? Я думаю, наверное, буду в церкви служу, 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 как только что-то... Я от этого думаю, Господи, о чем ты думаешь? О чем ты думаешь? Тормози, тормози, тормози. Думай правильно, думай светло. Но я от этого... Но то, что я увидел, и возвращаясь к той мысли, потому что временами то, что внутри меня попало, вот выпадает наружу. Голод. людей толкал на... Я понимаю, что голод, он имеет колоссальную силу. Это то, что сегодня церковь, она должна пропитаться этим голодом по Богу. Вот это первое заповедь, я думаю, можно сказать, это как заповедь блаженства. Хочешь быть, иметь блаженство, начни стремиться к тому, чтобы душа, она наполнялась этой духовной жаждой по Богу. Исайя говорит, жаждущие, идите петь. Множество обетований, которые сказаны Богом, они прозвучали для того, чтобы мы позволили Богу внутри нас создать эту атмосферу, чтобы она внутри нас присутствовала. присутствовала. Почему? На фоне всего того, что происходит в нашей жизни и то, в чем мы живем. Мы живем нуждами, они нас движут. Они нас движут. Экклезиат сказал, работающий работает ради своего рта. Многие трудятся из-за того, чтобы не умереть с голоду. Многие вещи, ради которых мы живем, это нами движет. Но послушайте, для нас, как рожденных духовно людей, это жажда, которая должна поселиться внутри каждого из нас. Чтобы эта жажда нами двигала. И я сегодня осознаю, как только я позволяю Духу Божьему производить это внутри меня, это то, что начинает меня двигать. Это то, что меня погружает в этот океан Божьей мудрости, Божьего понимания. Это то, что мне позволяет углубляться. Как только я делаю другой поворот, это то, что я начинаю замечать. У меня уходит эта жажда и начинает приходить в мое сердце совсем другие желания. Вот поэтому я верю, что субботнее служение это как корректировка для каждого сердца. Откорректировать. Потому что когда люди пренебрегают Божьим порядком, который Бог установил для человека, шесть дней трудись, седьмой день для Господа. И седьмой день это как раз для Господа, когда Бог корректирует нас на все остальные шесть дней, чтобы внутри нашего сердца была эта жажда, чтобы мы учились жить с Богом, мы учились стремиться к Богу, мы стремились к тому, чтобы получать от Бога это познание, которое сегодня крайне необходимо. В среду мы даже в эту среду молитвенную, последнюю среду, когда была молитва, Дух Божий наполнил мое сердце, и в конце мы сделали еще одну молитву, которую теперь каждую среду мы будем молиться, чтобы Бог особым образом действовал в нашей церкви. Потому что я увидел множество проблем, которые сегодня есть внутри нашей жизни и внутри нашей церкви, из-за того, что у нас нету, у нас недостаток познания Бога. У нас есть знание о Боге, у нас есть знание о церкви, но недостаток познания о Боге. А я сегодня как человек, который служу, я осознаю, что это наше время сегодня для нас, как для церкви, это наше время, в которое мы должны исполнить то, что Бог имеет для нас. Потому что когда поворачиваешься и смотришь на историю, есть в истории христианства, его назвали так, черный период, и ты понимаешь, черный период, церковь была, но это был черный период церкви, когда церковь, она не была, не выполняла ту роль, которую Бог ожидал от нее. И ты понимаешь, были люди, был Бог, почему черный период? Потому что люди определили для себя, как они должны жить, они отвергли, они говорили о Боге, церковь была, но они не принимали самого Бога. Бог потом приносит реформацию для церкви. я сегодня осознаю, я думаю, Господи, это то же самое может быть и с нами, если мы не будем правильно двигаться, мы неправильно будем идти, мы неправильно будем располагать свое сердце, что останется после меня? Когда через какие-то, может, года, десятилетия, может, столетия, кто-то скажет, о, ну были, ну хорошо, хорошо начали. Как апостол Павел обращается, пишет галатам, о неразумных галаты, кто вас обольстил, сойти. Ты понимаешь, они и шли, а потом момент пришел, они свернули. Я говорю, Господи, мне так не хочется, чтобы ты подымал, может, служителей, которые будут говорить, послушайте, вы не способны слышать, кто вас обольстил. Кто вас убедил свернуть, сойти с этого пути, на который Бог поставил. Я понимаю, нет, 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 я не хочу. Я внутри себя, я понимаю, принимаю это решение, я буду стоять на этом пути. Я верю, что Бог даст мне благодать и возможность многих увлечь на этот путь, чтобы церковь это не была просто как игра. Ну, для твоего успокаивания, для твоего успокаения, есть такое слово, я не знаю, как подобрать эту фразу, я как-то был момент, утром на рынок зашел, и продавец, купили у кого-то, и он эти деньги взял, этими деньгами мажет все вещи. Я стоял, я думаю, что он мажет, то есть, ну, какой смысл? Потом кого-то задал, говорит, а это на фарт, чтобы хороший был день. И вот точно так же есть некоторые, которые точно так же поступают в отношение Бога на фарт. Пришел, ну, на фарт, и потом целую неделю чувствует внутри себя такое лжеудовлетворение, потому что я назову это лжеудовлетворение. Я хочу это даже какое-то время это разбить, что это на самом деле это лжеудовлетворение, когда ты удовлетворяешься от того, что ты что-то сделал, пришел на служение, и ты, все, теперь я герой. Нет, послушайте, есть момент, когда моя мама меня хвалила за то, что я съел тарелку супа и помыл за собой тарелку. Говорила, молодец, сынок. Был такой момент в вашей жизни? У меня был такой. Ты съел тарелку, я говорю, ой, молодец, все, здоровым вырастешь. И ты чувствовал себя героем, фу, эту тарелку супа или кашу. А потом еще, когда ты помыл, все, олимпийский чемпион. Ну, сегодня меня жена не хвалит. Мама меня не хвалит. Почему? Потому что всему свое время. Всему есть свое время. Да? Потому что есть уже вещи, когда тебя хвалят за что-то совсем другое. И вот точно так же и в нашей жизни есть то, в чем мы должны возрастать. Мы должны возрастать в понимании того, что мы сегодня должны расти в наших отношениях с Богом. Черпать от Него это познание. В познании есть большое приобретение и плюс для каждого из нас. Данила, одиннадцатая глава. Дарине дали микрофону. Одиннадцатая глава, тридцать два, тридцать три. Катюша, ты подходи ко мне, я буду тебе места писания писать, чтобы у тебя было в заготовке. Потому что некоторые свои библии на гаджеты закачали, а без очков не видят. Поэтому хоть так. Открыли, Даниила, одиннадцатая глава, тридцать два, тридцать три. Мы сегодня говорим о преимуществах познания. Мы, вернее, начинаем. Сколько у нас времени? Боже мой, что это со временем? Давай. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. О ком здесь написано? Мы понимаем, что это пророческие слова, они касаются какого-то определенного времени. Я могу сказать, они касаются нашего времени. И вот здесь написано, здесь две категории людей. можно сказать, хорошие и плохие. О ком здесь написано? Я могу вам ответить. О верующих. Поступающие нечестиво против завета. Есть люди, которые в завете. Кто сегодня осознает, что он в завете? С кем? С Богом. Благодаря жертве Иисуса Христа. Мы в завете с Богом. И вот как раз здесь написано, люди, поступающие нечестиво против завета. Этот стих, он очень глубок в своем содержании. Почему? До конца его можно уразуметь, когда в нем, над ним начинаешь размышлять. Почему? Потому что этот стих, он наполнен и славой, и трагедией одновременно. Бывают периоды времена, когда Бог меня возвращает к этому месту Писания. Вот я не знаю, начинаешь перечитывать книгу Даниила, и уже не просто читаешь, а ты начинаешь изучать, вытягиваешь какие-то уроки, Дух Святой тебе что-то показывает. И вот здесь, когда Бог меня приводит к этому стиху, я вижу, Боже, какая трагедия. Есть люди, которые вышли навстречу к Богу, вступили в завет с Богом, вышли на этот путь. Но вот как притча о десяти девах, которые вышли на брачный пир, пять из них оказалось глупыми, пять оказались мудрыми. И вот здесь вот тоже вот эта трагедия разделения, разрыв, вот эта пропасть, которая начинает разделять. Люди, которые поступают против завета, они будут открыты к тому, чтобы быть обольщены. И если они будут обольщены, они попадают в трагедию. И вот сегодня есть люди, даже верующие, которые находятся в обольщении под атмосферой лжи, но тем не менее, то, что они пытаются убедить себя в том, что у них все хорошо. Они себе и хорошо идут. Почему? Потому что обольщение это та атмосфера, которая тебя охватывает и не дает тебе до конца увидеть той проблемы, в которой ты находишься. Поэтому, когда люди, допустим, поступают против закона, люди, которые живут в грехе, и когда кто-то им приходит и начинает говорить, послушай, тебе надо изменить в твоей жизни, тебе надо поменять. И ты видишь глаза Евы, потому что я представляю, когда Бог обращался к Адаму и к Еве, там такие овечьи глаза были у Адама, без никакого ну ты, Господи, ты ж мне ее дал, ты ж мне ее дал. Что произошло? Человек попал под обольщение, нету покаяния, нету покаяния. Вот в чем в этом и заключается трагедия. Когда человек перестает слышать слово, трагедия в том, когда люди начинают убегать. Послушай, как кто-то сказал, а мне не нравится эта церковь, потому что они такие законники, они говорят о грехе, а мне это не нравится, чтобы говорили о грехе. Мне нравится, чтобы говорили о любви. Мне нравится, чтобы меня гладили, какой я не есть, чтобы меня гладили. Послушай, мы тебя какой не есть, мы тебя погладим и загладим, но мы скажем, что необходимо исправить. И это благо, когда есть рядом возле тебя люди, которые могут тебе сказать, послушай, дорогой или дорогая, остановись. Почему? Потому что будет трагедия. Следующий момент, это обольщение, когда ты поступаешь, поступаешь. Следующий момент, это приходит обольщение в твою жизнь. Ты называешь себя верующим. Я верующий, потому что я хожу в церковь, я читаю Библию, и послушайте, я даже молюсь, я даже прославляю, но ты находишься под обольщением. И вот здесь происходит это разделение. Я всегда больше акцентирую свое внимание на второй половине стиха. Всегда больше акцентирую на второй половине стиха. Но люди, чтущие Бога, они усилятся и будут что? Действовать. Вот это больше мне нравится. Но вопрос в том возникает. Вот само слово «чтущее», само слово «чтущее», я хочу почитать Бога. «Я хочу почитать Бога». Один из переводов, я сегодня даже специально еще вернулся к симфонии Стронга для того, чтобы изучить это слово. Раньше я ссылался всегда на тот перевод, я говорил, но люди, знающие своего Бога, звучит так, люди, которые познают своего Бога, они усилятся и будут действовать. Я всегда говорил, этот перевод, современный перевод, он лучше передает эту фразу, но когда я сегодня размышлял, я пришел к такому заключению. А какое почтение может быть Бога без его познания? И мне пришла на память первая проповедь о познании, когда мы начали говорить, когда Дух Божий прояврил мое сердце, как люди должны любить его истину? Это к тому, стремиться к тому, чтобы познавать эту истину. Сегодня множество, когда звучит, мы должны любить слово Божье, ты любишь слово Божье? Но кто здесь скажет, что он не любит? Ответьте, кто скажет здесь, будьте честны, я не люблю. Никто не скажет. Но вопрос в том, как ты его любишь? В каком переводе или в каком переплете? Любить это стремиться к тому, чтобы познавать его. Горе тому мужу, который любит свою жену, но не стремится к тому, чтобы познавать его. Будет крах, рано или поздно крах этой семьи. Даже не надо пророчествовать. Точно так же и в обратном направлении. Если жена не стремится познавать своего мужа, время придет, когда будет крах этой семьи. Слава Богу, когда ты вовремя опомнишься и ты поймешь, что необходимо делать. Вот точно так же сегодня и для нас нам необходимо стремиться к тому, чтобы познавать Бога. От этого заключает, в этом заключается вся наша дальнейшая духовная жизнь. Или же наша жизнь игра, или же наша жизнь наполнена содержанием. Поэтому, говорит, те, кто поступает против закона, они еще больше будут обольщены, они еще больше будут усердствовать в своем беззаконе. на тех, кто познают своего Бога. А что с ними будет происходить? Усилятся. Поэтому преимущество опознания в чем? В том, что мы начинаем усиливаться. Преимущество в чем? В том, что наша жизнь наполняется действием. Одно время я изучал людей, которые оставили какой-то след в христианстве, биографию. Я люблю вообще историю и люблю смотреть. В разное время люди оставили какой-то след в христианстве. Оставили после себя труды, оставили после себя свидетельства, оставили после себя явления Божьей славы, оставили после себя свидетельства живого Бога. И это то, что я увидел, что каждый из них он стремился к одному, к познанию Бога. Был момент, когда в их жизнь пришел вопрос, когда этот вопрос побудил их иметь жажду и задать вопрос Богу, Господь, почему это, что для этого надо сделать? И время пришло, когда Бог начал отвечать и Бог начал являть свою силу через них. Поэтому это духовный закон. Те, кто стремятся к познанию Бога, они будут усиливаться, они будут действовать, 33 стих. И разумные из народов разумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня от плена и грабежа. Знаете, эта книга, книга, она хороший пример для верующих последнего времени. Она очень серьезный пример для верующих последнего времени. Те, кто познают Бога, они будут вразумлены самим Богом. Они будут людьми, которых Бог будет употреблять. Итак, знающие Бога, они имеют силу. Силу. Они имеют силу. Силу в чем? Мы возьмем эту книгу Даниила как пример жить благочестивой жизнью. Силу противостать беззаконию. Галя и Марьяна. Силу противостать беззаконию. И хороший пример это Даниил, потому что я верю, что эта книга вошла как пример характера, которым должен обладать верующий человек, на примере Даниила. Даниил никого не исцелил, Даниил никого не освободил, Даниил не то, не то, не то, не то, не то, не то, потому что у нас сила всегда ассоциируется с проявлением. Но послушайте, с чудесами, со знамениями, есть сила, которая проявляется в том, чтобы противостать беззаконию. Люди не в состоянии противостоять беззаконию, знаете почему? По одной только причине. Ихняя жизнь, она не наполнена познанием Бога. Отсутствие. Люди знают о Боге. Почему сегодня многие говорят, а я верующий, я даже в церковь хожу. Какой он верующий? Как так можно поступать? Как можно так жить? Он верующий, в его жизни нет познания. Потому что когда есть откровение Бога внутри человека, этот человек, он обладает невидимой силой, и эта сила, она прежде всего, предназначена для того, чтобы жить благочестивой жизнью. Пример Даниила. Даниила, 1 глава, с 8 по 16 стих. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином. Давайте так, я прошу прощения, сделаем такую маленькую прелюдию. Израиль был пленен из-за своего беззакония соседним языческим царством. Кого убили? Кого взяли в плен? И вот как раз молодых ребят, потому что всегда, когда захватывают государство, всегда нужна рабсила. И вот молодых ребят, Даниила и еще с ним троих друзей, увели в рабство Вавилон. и они попали в поле зрения людей, которые ответственны за царский двор. Они попали в зрение, их выбрали. И их выбрали естественно для того, чтобы они появились перед царем или в царском доме, их надо подготовить. Они должны быть готовы к тому, чтобы явиться, иметь хороший вид, хорошие манеры, хорошее поведение. Мало того, что они молодые ребята, что-то еще должно произойти. И вот одно из требований, которое должно было быть, эти ребята, они должны хорошо питаться. Их должны кормить. Но проблема в том, что вся еда, которую им предлагают, она с царского стола. Кто-то сказал, ну еще, наоборот, хорошо. Можно было по-царски покушать. Но проблема в том, что вся еда, которую приносили царю. На обед ее перед этим заносили в капище и посвящали ее тем богам, идолам. И только после этого она попадала на столы. И вот в этот момент Даниил своими друзьями, когда им говорят, вы здесь и вы должны кушать эту еду, на что Даниил отвечает, послушай, а мы не будем этого делать. Мы не будем этого делать. Мы готовы кушать капусту, морковку и другие вещи, а этого мы не будем кушать. Все бы ничего, только мы должны помнить, что эти люди, они пленные. Они в агрессивной среде находятся. В очень агрессивной среде. где человека лишают жизни очень быстро и элементарно. Если человек выступает со своим «я не согласен». И вот в этот момент то, что происходит, Даниил, я понимаю, он пережил много в своей жизни негативного. Больше всего убили его родители. он оказался сам. Мало того, каждого, кого привлекают, берут в двор то, что его делают, его делают евнухом. После этого он только может оказаться во дворе. И вот в этот момент, когда ему говорят, ты должен кушать эту еду посвященную, они отказываются. возникает вопрос, что ним движет? Гордость? Упрямство? Отсутствие аппетита? Познание Бога. Я не буду этого делать. Знаете почему? Потому что я знаю, что моему Богу это не нравится. Вот почему сегодня говорю, церковь Божия, она должна стремиться к этому познанию. Почему? Потому что в нашу жизнь очень часто, как в жизнь Даниила, приходит точно такой же вызов. Вкушай, пользуйся этим миром, то, что мир он предлагает. У них не то, что там угроза карьеры, что ты не пойдешь по лестнице, ты не состоишься, ты не достигнешь какой-то высоты в царском доме. Нет, послушай, у них не угроза карьеры, у них угроза жизни, но тем не менее, то, что они делают, они выступают. Вот почему я сегодня говорю, церкви Божией, ей необходимо познание Бога, для того, чтобы обладать этой силой, обладать этой силой. Сколько сегодня людей, которые идут на компромисс со своей совестью, как написано, поступают против завета. По одной такой причине, есть какая-то перспектива, открывается какая-то перспектива, нету силы отказаться, ну а как я скажу, как я скажу, когда это противоречит истине, как я могу отказаться, как я могу отказаться, я не могу отказаться, вся жизнь моя пойдет на смарку. Почему нету познания, нету того познания, которое делает человека сильным для того, чтобы даже выступить и сказать нет, когда угроза смерти тебе в лицо. поэтому люди, знающие своего Бога, они усилятся и будут действовать, а те, кто поступает против завета, они будут обольщены, они будут обольщены, и самое худшее быть обольщенным, сидеть и ждать чего-то от Бога и понимать то, что ничего не придет, потому что Бог, он не изменен. Вот почему сегодня Бог, он формирует свой народ. Мы живем в такое время, что он формирует свой народ тем, что он привлекает к себе, приблизьтесь ко мне, познайте меня, познайте мое величие, познайте мою сущность, я хочу вам открыть, потому что это то, что вас укрепит, то, что сделает вас сильными. то, что сделает бесстрашными, потому что сила, она бесстрашия, бесстрашия не в том, что ты кому-то глаз набил, или еще сделал какие-то, бесстрашия в том, когда ты противостоишь беззаконию, которое выступает, приходит в твою жизнь. первое преимущество. Мы сегодня, наверное, на этом остановимся, да? Мы сегодня на этом остановимся. Дай Бог непосреднее служение. Продолжим дальше. Есть еще благословение, которое Бог имеет для нас, которое мы приобретаем через познание. Давайте преклоним голову. Отец, я благодарю Тебя за возможность, которую даровано Тобой нам, изучать Твое Слово. Я молю, Господь, открывай, открывайся еще больше. Мы знаем, что Ты живой Бог. И в Тебе есть жизнь для нас. Во имя Иисуса. Пусть в этом месте поднимаются эти Даниилы, которым Ты можешь доверить ключи царства. Поэтому сегодня задай себе вопрос. Почему ты легко идешь на компромисс? И будет один ответ. У в Твоем сердце недостаточно познания Твоего Бога. Жизни, которая есть в Боге, она в Тебе ее нет. Поэтому ты легко можешь врать, легко можешь на компромисс. Ты скажешь, ну, нету компромисса, послушай, обязательно будет этот вызов. И вопрос в том, обрати внимание, как ты реагируешь на эти вызовы. Даже нету угрозы. Знаете, когда я смотрю на Даниила, это вообще обезоружен, без родителей, калека. Но тем не менее, он имеет силу. Откуда эту силу взять? Это только от самого Бога. Это только от самого Бога. Что некоторые на ногу наступят, они уже такую войну откроют. Или слово какое-то неправильное скажут. Уже все, пошел войной. Первая мировая война, вторая мировая, это под названием обида. следующая мировая война, обидели, а то все. И гордость пустит. Почему? Нет недостаток познания. Когда ты знаешь своего Бога, многие вещи, они отскакивают, как дробь от стены бетонной или от бронетанка, не в состоянии дьявола пробить. благослови нас, Отец, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Так, мы должны молиться за наших ребят. Алла, веди свою армию. Помолимся. Благословим. Здравствуйте. Ближе. Блыще. Как зовут? О, очень приятно. Петр, Петр, слава Богу. Ну, вы в госпитале, мы не будем расспрашивать, что, как, там, вот. Просто помолимся за вас. Я знаю, что Бог отвечает на молитву. Поэтому, с чем вы сегодня там, Бог знает и вы знаете. Давайте мы поднимемся, прострем наши руки, благословим ребят. Сегодня не первый раз. Пусть Бог благословит, пусть Бог восстановит. Отец, мы сегодня молимся к тебе во имя Иисуса. И мы просим, пусть твоя рука, пусть твоя милость, Боже, она придет в ихнюю жизнь. Ты сохранил ихние жизни. Для нас это свидетельство твоей милости. И мы просим сегодня, чтобы ты восстановил ихнее здоровье, Господь, ты восстановил ихнее дома, Господь, пусть твоя благословляющая рука, она также будет открыта, и ты благословишь ихнюю дальнейшую жизнь и принесешь устройство. Мы также молим, Господь, и просим, сохрани их в отношении с тобой, и пусть твоя благодать, которая превыше, может, нашего понимания, она пребудет с ними. Вразумляй, направляй, Господь, и сохрани. Во имя Иисуса. Аминь. Поэтому, пусть, ребята, вас Бог благословит. Будете в Киеве, заходьте в Таше, будем рады вас видеть. Слава Богу, очень приятно вас видеть. Да, слава Господу.